Кинокомпания Боби-Еко представляет И если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя. Фридрих Ницше Атлантида Мы обычно не так уж далеки от тех, кого ненавидим. Именно по этой причине мы никогда не будем по-настоящему близки с теми, кого любим. Это ужасный факт. Я знал о нем, когда поднимался на борт. Однако есть истины, которые заслуживают внимания, а есть те, которые лучше оставить в покое. Мы снились с якоря 67 дней назад, в сентябре 1914 года. От спичек на палубе толку, как от козла молока. От спичек на палубе толку, как от козла молока. Спасибо. Вон твой остров. Глянь, видишь? Отчего ты бежишь? Это первое, что меня спросили, когда я решил выйти в море. Готовьтесь бросить якорь! Это работа для одного. Вдвоем тут делать нечего. Здравствуйте, ты чем слушаешь? Осторожди с грузом, не намочи. Давай сильнее, сильнее, а то уплыли. Осторожней! Осторожней! Не бросайте так вечера земного. Вы их портите. О, ты слышишь меня? Давайте пожалеем. Живей, живей. Не враните. Быстрее. Поторопитесь. Нет птиц. Странно, что метеоролог к нам не вышел. Господин капитан, где оставить багаж смотрителя за погодой? Оставь здесь. Скажи матросам, пусть подождут с провизией. Нет, пусть несут. При всем уважении, я пока отвечаю за твое сопровождение. Этот остров не внушает доверия. Но вы уже сопроводили меня. Можно считать проявлением доброты то, что капитан сопроводил меня на сушу. Ничто его не обязывало. Но во время путешествия мы пришли к согласию, которое порой возникает между людьми разных поколений. Капитан все время относился ко мне с обходительностью палача. Если бы он мог для меня что-то сделать, он бы это сделал. Грёнар, хозяин этого фонтана. Парни, идите к шлюпке. Парни, идите к шлюпке. Парни, идите к шлюпке. Грёнар, хозяин этого фонтана. Парни, идите к шлюпке. Шлюпке. Есть кто? Эй, вставай! Жабы поганые. Просыпайся. Ты смотритель маяка. Мы привезли замену метеорологу Элдору Виггеланду. Не подскажешь, где его найти? Я спрашиваю, где сейчас метеоролог? Послушай, я капитан транзитного корабля. Я изменил курс, чтобы привезти этого парня и забрать его предшественника. Итак, где этот Иф? Он умер? У тебя есть табак? Водка. Где его останки? Господи, говори уже! Однажды он вышел, и больше я его не видел. Чёрт подери, это же остров! Куда он мог деться? Уплыл? Как тебя звать? Грюнар. Любишь Фрейзера? Это не моя книга. У тебя есть табак? Нет, при себе нет. Ага. Мистер Грюнер. Капитан. Я оценил вашу заботу, но не изменю решение. Возьми это. Не стоит путать упрямость с глупостью. Я справлюсь. Спасибо за всё. Больше ешь. Работай. Будь при деле. Будь при деле. Попутного ветра. И семь футов под килем. Мне предстояло прожить в одиночестве, словно изгнаннику, 12 месяцев. Вдали от цивилизации. Занимаясь работой сколь монотонной, столь и незначительной. Регистрировать силу и направление ветров. Наследник австрийского трона убит. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены. Стивенсон. Данте Олегьери. Божественная комедия. Божественная комедия. Божественная комедия. Божественная комедия. Последняя комедия. Метеоролог Алдер Вигеланд. Журнал наблюдений. Год 1913-й от Рождества Христова. Королевский флот Великобритании Соединенного Королевства. Миссис Вегеланд, 3 апреля 1908 года. Люблю, люблю, люблю. Дарвин ошибался. Миссис Вегеланд, 3 апреля 1908 года. Миссис Вегеланд, 3 апреля 1908 года. Миссис Вегеланд, 3 апреля 1908 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Мистер Грюнер? Мистер Грюнер? Мистер Грюнер, если вы решили, что это нормально... Мистер Грюнер? Мистер Грюнер? Мистер Грюнер? Продолжение следует... 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 Стреляй! Стреляй, черт возьми! Стреляй! Стреляй! Последний шанс! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Мы с Грюнером пришли к своего рода сосуществованию, основанному на компромиссе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чудовище всегда приходит ночью. Их атаки каждый раз все продолжительнее. Японский философ Мусаси говорил, что лишь немногие разбираются в искусстве войны. Доблесть воина определяет не цель, которую он отстаивает, а смысл, который он находит в битве. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дни похожи друг на друга. Я оставляю свой пост на балконе с рассветом. Природа диктует продолжительность моего сна. Я вынужден соглашаться на самую неблагодарную работу, чтобы сохранить себе место внутри маяка. Я медитировал, чтобы постичь причину, приведущую меня сюда. Я искал покой в небытии. Но в месте, где царит тишина, я столкнулся с кишащим чудовищем и адом. Странный запах. Эти травы точно неплохие? Травы, как люди. Они неплохие и нехорошие, а лишь известные и неизвестные. Травы не перережут тебе глотку за деньги. Фермер держит коров. Он заботится о них, кормит. Дает им ласковые прозвища. Типа Зорьки. Вдруг он крадет у нее молоко? И забивает ее детей. Это загадка. Это вопрос необходимости. Ты не думал, что это ее стоны призывают сюда этих жаб? Иначе почему они здесь не каждую ночь? Зачем ей заманивать их на верную смерть? Все, что ты должен понять, это то, что мы здесь захватчики. А значит, их враги. Убивать и завоевывать – вот удел человека. Вы хотите их завоевать? О, нет. Я хочу их изничтожить. Нужна древесина. Зачем? Нападений давно не было. Нравится спать на моем мэйке? Блеклый. Далекий. Растворившийся. И забытый всеми. Мои глаза изучили каждую поверхность по тысяче раз. Мы говорим о мэйке и его окрестностях, словно это целое государство. У каждого уголка свое название. У каждой скалы. У каждого камня. Может, они мигрируют, как киты зимой? А может, поняли, что не смогут одолеть нас? Они звери. Они сейчас собираются в стаю для следующей атаки. Ты в дозоре. Это может показаться странным, но затишье между боями зачастую хуже, чем сами сражения. Эта пустота сопровождалась изменением в поведении нашего питомца. Этот старинка не configures мирует из все остальных. Это всегда сам за уловSI. П 마음에 thrive и Конец. Как Грюнер мог спать с одним из тех чудовищ, что осаждают нас каждую ночь? Как он оправдывал это? Вопреки всем запретам, установленным цивилизацией, установленным природой. Как он смог приблизиться к ней? Так близко? Не испытывая отвращения от ее холодной кожи. Я решил дать ей имя. Анаэрис. Лежать! У нас кончилась картошка? Нет, мы ее пьем. Ты играешь? Как все приличные люди. Эти звери очень занятные существа. Взять, к примеру, их кровь. Мне видится, она обладает свойствами некоторых арктических рыб. И содержит некий антифриз, помогающий им выживать при низкой температуре. Ты заметил, у них по два века. Первая очень похожа на наше, а вторая прозрачная мембрана. Помогает им при нырянии, я думаю. Мы могли бы поймать образец, отправить его в Британию или в Соединенные Штаты, представить наше открытие и получить все лавры. Ты меня раскусил. Я притащился в эту задницу, чтобы стать знаменитым. Доволен? Шах, заткнись и играй. Шах и мат. Нет. Не может быть. Этого просто не может быть. Спокойно, это всего лишь игра. Короли, пешки... Не может быть! Мы забыли свет! Быстро наверх! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я пустой! Их слишком много! Слишком много! Их слишком много! Что нам теперь делать? Раз-звездной ночью, когда я лег спать Раз-звездной ночью я лег на кровать Снится мне, как по воскам мчится О, Рибель, приди же ко мне во сне Знаете что, Клюмер, мы не выдержим еще одно нападение У нас мало припасов, мало патронов и просто сил Клюмер Куда ты? Эй, в чем дело? Там корабль! Крюнар знает, как тебя защитит. Крюнар правит миром. Крюнар нужно лишь то, что у него есть. И у него есть то, что он хочет. Ты мерзкая, неблагодарная тварь. Уйди с дороги, мальчишка. Прошу, Крюнар. Никаких людей. Я понял, кто ты. Ты просто жалкий неудачник и мизантроп. Ты боишься отпустить своих друзей? Ты боишься убивать своих врагов? Боишься, что не останется никого для ненависти? Неблагодарная скотина. Ну, что было ты есть, но при этом мальчишке. Капра учит тебя. Ты будешь слушаться. Не смей поднимать руку на хозяина, богатая жаба. Будешь знать. Будешь знать свое место. Получай, скотина. Кто-то учит. Кто-то бог requests свою носу. Я скажу, что у него нет. Возвлочность. Кто-то чувствует с yeатой. Смотри. На. Что он сделал с тобой? Мы называем это корабль. Петер. Какой ты? 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 Эй, кто я такой, чтобы лишать тебя права, как умереть? Откуда эта шлюпка? С португальского корабля. Был жуткий шторм. Разбился ночью. Кто-нибудь из команды успел спастись? Я сделал, что мог. Те, кто выбрался на берег, попытались добраться до маяка. К утру от них ничего не осталось. Их утащили в пучину, эти твари. Что они делали вдали от коммерческих путей? Это контрабандисты. Перевозили динамит. Несколько ящиков выбросило на берег. Но он отсырел и испортился. Хочешь нырнуть за кораблем? Достанем динамит. Починим шлюпку и выйдем в море на рассвете во время отлива. Ты идиот. Что плохого в том, чтобы взорвать тысячу жертв? Это самоубийство. Я не полезу в воду. Боишься? Я пойду. Ты только будешь качать мне воздух. Не выйдет. Мы наконец истребим этих жертв. Нет. Моя-мой. Эта работа, лицева. Моя-мой. 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 Тима-мой. Курорий-мой. Тима-мой. Продолжение следует... 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 Мы не можем жрать эту тряль! Рюнар! Она сказала им! Ты сказала своим дружкам? Ты предупредила их, да? Ах ты! Жалкая, пронырливая жапа! Как ты мне платишь за все? Рюнар! Тварь! Как ты смеешь бросать меня? Прекрати! Только посмей! Давай! Только попробуй! Устроим засаду. Оставим дверь открытой и заманим их внутрь. Ты встретишь их на лестнице, а я взорву детонатор, когда они подойдут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Брюнер, Вавилон открыт. Маяк! Гори. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Грюнар, 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 ты слышишь меня? Грюнар. Грюнар, Грюнар. Грюнар, Грюнар, Грюнар. Грюнар, Грюнар, Грюнар. Грюнар, 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 Грюнар. Грюнар, 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 Грюнар. Грюнар, Грюнар, Грюнар. Грюнар, 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 Грюнар. Только они не всегда такие. Я освободил ее. Спас ей жизнь. Она приползет обратно. Как всегда. Они скорбят. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Это гениально. Нужно сохранять видимость, что у нас есть новое мощное оружие. Пусть страх не угасает в них. Это гениально. Собирается. Продолжение следует... 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 Леваш, Леваш, Леваш. Леваш, Леваш. 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 В фильме снимались Рай Стивенссон, Дэвид Оукс, Аура Горидо, Джон Бенфилд, Уинслов М. Иваки, Алехандро Ротт, Иван Гонсалес и Бен Темпл. Фильм Ксавьежанса. Атлантида. Посвящается Камиле и Морису. Фильм дублирован объединением «Масфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Масфильм» по заказу кинокомпании «Экспонента» в 2017 году. «Масфильм Мастер» на производственное «Масфильмы» по заказу киноконцерна «Масфильм Мастер». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok